Девушки отдыхают Добрый день Леон, скажите, пожалуйста Ну вот вы, конечно же, знаете о том, что сегодня президент Трамп дал карт-бланш нашему генеральному прокурору Не могли бы вы немножко подробнее как-то внедриться в это дело и рассказать нам, что происходит? Да, конечно, с удовольствием Я думаю, на данный момент, не считая, скажем, политических дел, это самое интересное и самое важное, что происходит сейчас на политическом горизонте Соединенных Штатов Америки Что происходило до сегодняшнего дня? В течение двух с половиной лет велись всевозможные расследования числом, или больших расследований числом четыре Еще знаю, что в Нью-Йорке, в южной части Нью-Йорка ведется еще какие-то расследования Но, по крайней мере, все четыре велись по тому поводу, якобы, что Трамп, не дай бог, является чуть ли не сотрудником ФСБ На крючке у них, вместе с Путиным старается разрушить Соединенные Штаты Америки И мы должны добраться до сути этого дела и выяснить, не является ли Трамп предателем Родины Или, по крайней мере, невольным соучастником, так сказать, измены Значит, выяснили, два с половиной года этим занимались и выяснили Все четыре комитета, все четыре комиссии расследования пришли к выводу, что нет Значит, демократы больше всего ждали и надеялись на расследование Мюллера Потому что оно было очень разностороннее И, как бы, так сказать, у тех людей, которые были в курсе, что такие люди были, что Трамп, так сказать Что все это выдуманная история То они ждали, а вдруг что-то другое накопают Как вот, когда и расследовали, скажем, Клинтона по одному поводу Вдруг накопали, значит, его историю с Моникой Левинской И вот вдруг что-то у Трампа накопают такое За что можно уцепиться и требовать его импичмента Или, по крайней мере, так сказать, очень очернить его имя Надеялись, надеялись Ну, а все остальные надеялись, так сказать, их заморочили голову Средством массовой информации и Демократическая партия Заморочила голову практически всей стране Что вот Мюллер совершенно точно, 100% имеет документы Мы ходили, так сказать, там Шиев выходил из Конгресса И говорил, я видел своими глазами Видел я это выступление, честно говоря, смотрел И у меня жутко испортилось настроение Потому что я сам себе сказал, что Адам Шиев не может Вот так просто нагло врать в камеру Что он все это видел и все, так сказать Сейчас выяснится, что действительно Трамп, так сказать Его ведет Путин или там ФСБ Выяснилось, что может врать Выяснилось, что они врали Выяснилось, что все неправда То есть, вот после того, как выяснилось Что все это неправда Должно было как бы теоретически закончиться все это Но зазомбированные совершенно ящиком Как и в России Зазомбированные массы Так и у нас, так сказать, определенные массы Особенно те, которые изначально Как бы были против Трампа Не за Трампа, скажем так Может не против Трампа Они совершенно не могут освободиться Уже теперь от этой мантры От этого какого-то психоза Тут один мой знакомый Юрист написал статью На которой называл, что это очень похоже на Драг-аддикшн То есть, так сказать Они настолько Настолько влипли Вот в эту вот необходимость Ненавидеть Трампа И верить в то, что он там Зло всех зол Кто-то же должен быть Если им плохо на душе То кто-то должен быть виноват Не они сами И вот, значит, все это Вся эта свистопляска продолжается Уже теперь по каким-то Совершенно другим поводам Теперь, значит, якобы Ведутся комитеты Расследования Требуются документы Чтобы выяснить А не превысился ли Свои полномочия президент В том, что он пытался Остановить расследование Дело, в котором он не виноват То есть, он не виноват Но он пытался остановить это расследование А что плохо было бы для него С моей точки зрения Наоборот, надо доказать Что не виноват Зачем, что называется Его в прессе уже давно Суд У нас есть презумпция невиновности Но в прессе и в демократической партии Этого нету Поэтому, значит, его давно обвинили Давно подписали приговор И, по-моему, еще до того У кого выбрали Уже были голоса о том Что, значит, его надо импичь Если не дай бог, его выверт Значит, ну, никто в это не верил, естественно Ну, значит, теперь подошли бы к сегодняшнему дню Когда начинает выясняться Не только то, что Трамп Ни в чем, так сказать, виноват не был А в том, что, ну, может, он виноват В том, что его темперамент определенный есть Что он, так сказать, выражается Так, как думает А не так, как надо По политической корректности Что он, естественно, в раздражении Бывает время от времени Что кричит на кого-то, так сказать Я не знаю, если вы знали Читая эти книжки о том Какими были в действительности Предыдущие президенты Вы выясните, что работает довольно нервно И что люди очень часто на этой должности Кричат Вот, и ругаются матом, кстати Как Никсон, не переставая Значит Я не знаю, что это плохо или хорошо Просто, так сказать, фак Так вот, значит За то время, что мы вели все эти расследования Страна и тратила миллионы долларов На это время И мешала, на самом деле Проведению политики внешней и внутренней Тоже, хотя Трамп поразительно Ее продолжал вести Хотя, так сказать, ему дико мешали Может быть, если бы не мешали Сделал бы в четыре раза больше И вот, значит Выяснились всякие Добавные подробности О том, что Те самые люди Которые начинали Всю эту историю Которые кричали Что Трамп виноват И что у них есть доказательства И тому подобное На самом деле Знали Что те доказательства Которые они представляют В качестве там Доказанных, проверенных И прочее Это все дутые вещи Начинает выясняться Что вся эта история была Не потому, что кто-то Действительно перепугался Что Трамп Вот предатель Родины А потому, что Кто-то пытался Вмешаться В избирательную кампанию В Соединенных Штатах Америки И в том, что Они обвиняли Русских якобы Которые там На 300 тысяч долларов Сделали каких-то там Заявлений Так сказать Самых коммерческих На Фейсбуке Там или где-то еще А, значит Делали они это сами Вот те самые люди Они пытались Значит, они обвиняли Трампа в том, что Вот русские с Трампом Пытались украсть Значит Выборы у Клинтонша А выясняется Что пытались украсть Выборы Не республиканцы А демократы Вот Тут у меня есть Несколько моментов Которые На сегодняшний день Уже Уже Понятны И понятно Что Значит Вот документ Который подписал Трамп Я поговорю о нем Так сказать Через пару минут А сначала Значит Расскажу о том Что нам на сегодняшний день Уже известно Значит Нам известно Что ФБР И ЦРУ Сдали Что Значит Вы помните Значит В компании Избирательной У Трампа Работал человек По фамилии Попандопол С которой якобы В баре В каком-то Разговаривал С каким-то дипломатом И сказал ему Что здесь связи С русскими И тому подобное Значит Дипломат еще Австралийский Якобы доложил Так сказать Нам мы вдруг Выясняем Что они знали Точно уже До начала Расследования Что у Попандопола Занять никаких Связей с Россией Никаких Ноль Значит ФБР и ЦРУ Знали Что Кристофер Стил Который вот составил Так сказать Написал это досье Ненавидит Трампа Получали Несколько записок От сотрудников Как Значит Госдепа Так и ФБР О том Что Значит Ничего не подтверждается В том Что написано В его Этом самом Знаменитом Досье Что он не ездил В Россию Чтобы его А по телефону Общался с какими-то Людьми Из ФБР И эти люди Подготовили ему Значит Люди из ФБР Извиняюсь Я сказал ФБР ФСБ Прошу прощения Люди из ФСБ России Подготовили Значит То что мы сейчас Воспринимаем Значит Нам продавалось Как работа Английского агента С большими связями Выясняется Что это просто Подтасовка Которая ФСБ Значит Сбросило ему Явный Поклепый обман Что факты В досье Либо невозможно Проверить Либо то что Можно проверить Выясняется Что это обман Как то что там Юрист Юрист Трампа Коин Летал в Чехословакию Для того чтобы Встречаться с там Представителем Кремля И тому подобное Выяснилось Что он никогда Летал в Чехословакии Никогда в жизни Не было И тому подобное Есть таких Десяток Утверждений Которые можно проверить И выяснить Что это бред Значит Тем не менее ФБР И ЦРУ Использовали Эти материалы Чтобы получить Разрешение суда А заслежку За неким Пейджем Который тоже работал Значит В компании Трампа Он американский Гражданин А чтобы следить За американским Гражданином Нужно решение Особого суда И представить С ним 100% Проверенные И подписать Что это 100% Проверенные 100% Выверенные Материалы Вот А значит Все это было Обманом Они 4 раза Подавали заявление Чтобы продолжать За ним следить Увеличивать И увеличивать Сроки слежки А через него Они следили За всей Через это окошко За все избирательные Компании Трампа Значит Далее мы знаем Уже Что кто-то Из высокопоставленных Демократов Передавал Стилю Информацию о том Что Демократы Хотели бы Чтобы было В досье на Трампа Значит Мы думаю Скоро узнаем Кто это был Я думаю Что я тоже Я уже знаю Значит Дальше Пятое Что Коми Утверждает Что тогдашний Генпрокурор Значит При Обаме Лоретта Линч Приказала ему Не называть Расследование Хиллари Расследование А как-то Помягче Чтобы убирать Острые углы Например Называть его Дело А Лоретта Линч Только что заявила Что Коми Врет И она никогда В жизни Ему этого Не говорила Значит Мы знаем Что Брэннон Когда Руководил В те времена При Обаме ЦРУ Утверждает Что это Коми Требовал Значит На основании Фальшивого Досье То есть Они уже знали Что оно фальшивое Следить за пейджем А Коми Говорит Что он лично Не хотел А что Брэннон Требовал И настаивал И настоял Где же он настоял Кто мог быть Человек Который приказал Коми Это делать Кому Кого уговорил Брэннон Значит Мы знаем Которого звали Джеймс Клаппер Подтвердил Что накануне Поездки Коми К Трампу Насчет досье Значит Была бы такая поездка Когда Значит Коми показал Поехал Трампа Сказал Тут существует Некое досье Мы этому не верим Показал ему там Полторы страницы Оно было значительно Длиннее То есть кусочек Показал И сказал Что никто этому не верит Просто чтобы ты знал Что в газетах это есть Кто может вывезти Я просто так тебе сейчас говорю Но оказывается За день до этого За 24 часа В овальном офисе Собрались А мама Байден Значит Сам Коми Бреннон Рос И другие близкие Значит Абами люди И обсуждали Это досье Значит Которое еще раз На тот момент И Коми И Бреннон Я думаю Что все остальные Знали Что оно фальшивка И что во время Этой встречи Планировались Следующие шаги Вопрос Следующие шаги В чем Эта администрация Уже уходила Она уже была Переизбрана Они должны были сдавать Сдавать все свои дела Новой администрации Какие следующие шаги Дальше мы знаем Что Сьюзен Райс По какой-то причине Рассекретила 300 американских граждан Которые беседовали С иностранцами По телефону Или другим образом Для сопоставления Когда Джон Болтон Был в этой же самой должности Он рассекретил За такой же период Трех человек А она 300 Зачем Ей Было Это Нужно Значит Вот эти факты Еще с кучей других Которых мы уже Много раз говорили Я просто сейчас суммирую То что мы узнали Вот за последнюю неделю Или две Значит Все эти факты Приводят к мысли о том Что демократы Серьезно работали Над тем Чтобы не дать Трампу избраться А потом Готовили почву Для того Чтобы возник То что мы называем Дип стей То есть Глубокое подполье Внутри Правительства Америки Для того чтобы Сопротивляться Трампу И привести дело Либо к импичменту Найдя какую-то Так сказать Вот во всех этих самых Расследованиях Грязь на него Либо Ну в крайнем случае Настолько его Так сказать Замедлить И настолько ухудшить Его президентство Что люди захотят Его переизбрать Потому что он Неэффективный президент Выяснилось Президент эффективный Выяснилось Что он снизил Невероятно Совершенно Количество Людей Которые не работали здесь То есть Понизил безработицу Особенно безработицу Черных Латину Женщин Так она просто Небывалая Либо такой не было 50-100 лет Либо вообще никогда В жизни не бывало Чтобы столько людей Из меньшин Сработали бы На хороших работах Он создал ситуацию При которой люди Выходя из колледжа Могут найти работу Он создал ситуацию При которой Фабрики и заводы Приходят сюда Инвестируют На нашей земле Открывают фабрики Здесь Они едут в Мексику В Китай И тому подобное Он борется С Кучей Несправедливости Которые В торговле Внешней И тому подобное Произошло С Китаем С Европейским Союзом С Мексикой С Канадой И тому подобное Он борется С воровством Технологий Из Которые делает Китай у нас Приносит нам Огромный этому урон Он пытается Прикрыть границу И кошмар Который у нас Сейчас происходит На границе Он пытается Остановить Выставляя демократов Полными идиотами Совершенно Потому что Извиняюсь Что миллион Человек Которые Миллион Сто тысяч Которые Заходят Практически Ежегодно Заходят в Америку Без образования Без ничего Просто приходят Сдаются И ждут Когда их отпустят Потому что мы не можем Их держать У нас денег Чтобы даже Койки им предоставить Но есть деньги Чтобы дать И отправить им Приходить через 4 года В пятницу В 3 часа дня Мы будем вас судить Как вы думаете Очень долго приходят Или нет В общем Начинается Ответ Компании Компании Людей Трампа Ответ На все это Потому что Достаточно много Фактов уже Обнаружено Трамп подписал Бумагу О которой мы говорим Распоряжение Что вы Все департаменты Правительства Предоставляли Любую информацию Бару Специфически ЦРУ ФВР Все остальные Разведки Которые у нас есть У нас их 17 Общим числом Всю информацию Госдеп представлял Которую Бару Будет необходим И его людям А Бару Дал право Рассекретить Любую информацию Которую он Сочтет нужным Которую можно По законам Соединенных Штатт Америка в секрете И вот с этого дня Началось Что называется На старт Внимание Пошли Произвучал выстрел Потому что Подписание Разрешение Этого приказа Был выстрел И сейчас С низкого старта Республиканцы Пошли Наверное Вот что я имею ввиду Да Это конечно Ну Во-первых Это радует Это не может Не радовать Потому что Наконец-то Ну Может быть И мы Чего-нибудь Узнаем Какую-то Правду Обо всем этом Но Вопрос еще такой Как вы думаете Вот при том Что Трамп Дал такое указание Насколько Главы этих агентств Будут Рады подчиниться Я думаю Во-первых Руководители этих агентств Они Это уже не Обамовские люди Единственный человек Который у меня Некие сомнения Вызывает Это руководитель Нынешний ФБР И то Не завязан он Так с ними Не в таких Дружбах И прочее И в отношениях И т.д. Находится Чтобы своим телом Прикрывать Значит Когда Это не было Распоряжение Его прямого начальника А требовал конгресс Конгресс Это Равно Великая Равно Великая Великая Равнозначная Равноправная Теперь Это уже Его собственный Начальник Самый высокий Второй Начальник Это Бар Бар Руководит Номинально Он имеет право Мешиваться во все дела Этих агентств Третье Это Инспектор Дженерал Провел уже Девять месяцев Он занимается Своей работой Они все знают Что он накопал Огромное количество Материалов Если вдруг Выяснится Что кто-то Из этих Руководителей Агентств Чего-то не дает То он полетит Моментально И еще Может быть С Очень Мало того Что нехорошей Рекомендацией С обвинением Судебным Так что нет Они будут Все кооперироваться Чего же называется Скрыто Вымото И прочее Наверное Так и будет Но скорее Почти рядовыми Членами Которые Обаловцы Верны И тому подобное Не руководством Этим агентств Я думаю Что Получив Вот такое Распоряжение Барда Копает Да есть Достаточно Много Что называется Своих Людей Чтобы докладывали Если что-то Будет Не в порядке И что-то Не будет Не будет Сопротивления Вот такого Дай бог Дай бог Окей Есть у нас Звонки Так что Давайте Перейдем К этому Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Уважаемый Леон Я хочу задать Вопрос Немножко Как бы С другой стороны А вот Как вы считаете Вот эту Клеветническую Фальшивку Которую Сфабриковала КГБ ФСБ Для меня КГБ Могло Оно Сфабриковать Без ведома Путина Учитывая то Чтобы Отремонтировать Какой-нибудь Подъезд Ну допустим Во Владивостоке Путину Звонят На прямую линию Нет Ответ Нет Это Человек За это Умирает Он не просто Его там Понижают Должности И прочее Он за это Умирает В России Никто Если у Путина Была Как они Утверждают Политика Поддержки Трампа То Представьте себе Что кто-то Не один А несколько Членов ФСБ Делают Заговор Против Путина Для того Чтобы Препятствовать Трампу Стать президентом Я думаю Что это Даже не газовая Камера У них Выстригли бы Со спины Всю кожу Да Есть такое У них Есть такие Данные Леон У меня Не так Часто Появляется Возможность С вами Бесяды К сожалению Поэтому Сейчас Воспользуюсь Своим Служебным Положением Скажите Мне Пожалуйста Вот Вы коснулись Фигуры Кристофер Рей Мы Все знаем Что его В свое Время Ну вот Привели Для того Чтобы он Абсолютно Как говорится Навел порядок И почистил Ряды ФБР Вот Как Ваше мнение Вы считаете Что он Выполнил Или выполняет Ту миссию Которая на него Возложена Или он Наоборот Ставит Как говорится Все палки в колеса Для того Чтобы Не менять состав Вот этой верхушки ФБР Я думаю Что он Это Компромиссная Фигура Это совсем Не тот человек Которого Трамп Хотел бы Но в тот момент Была такая ситуация И такой Накал страстей Что Трамп Не мог бы Привести Нормального человека Они Согласились бы Только Я имею ввиду Конгресс Сенат И тому подобное Только на Человека Который Не представлял бы С их точки зрения Угрозы Я думаю Что он В каком-то смысле Амеба Я думаю Я очень Спасибо вам За это мнение Потому что Я абсолютно С вами согласен Мне очень было важно Услышать ваше мнение Потому что Ну я Абсолютно Никаким способом Не вижу Никаким макаром Не вижу В этом человеке Кристофер Рей Кого-то Кто Способен Действительно Взять Бразды правления В свои руки И как-то Наладить Вот То что там Было полностью Ну просто Если бы Трамп привел Тогда то что называется Здесь партизана То есть Своего Такого Явного Сторонника То Это могло бы До того Раздразнить Ту сторону И в те времена Огромное количество Людей Которых обманули Думали Что Трамп Уволил Коми Потому что Коми начал Находить Какую-то о нем Информацию Вот Нельзя было Привести своего человека Надо было Приводить к импромиссного человека Нельзя было Привести Явного Демократа Нельзя было Привести Явного Трамписта Надо было найти Какой-то Амебный Компромисс Который Всех Устро Абсолютно С вами Согласен Спасибо Добрый день Вы в эфире Алло Здравствуйте Скажите Пожалуйста Вот На днях В каком-то штате Кажется Ниссури Законодатели Этого штата И Губернатор Они желают Теперь Проводить В своем штате Прямые Президентские Выборы То есть Не учитывая Электрокаллаж Как бы вам кажется Они Не послужили Это начало Цепной реакции Для установления Пролетариата Нашей стране Великобритании Ниссельского Обрата Спасибо Вы знаете Уже есть 14 Если не ошибаюсь Штатов Может быть 17 Я могу Бутать Которые Либо уже Проголосовали За это Либо Будут за это Голосовать С точки зрения Федерального Правительства Важно Чтобы Каждый штат Имел определенное Количество Голосов Вот Те выделили Голоса 50 На Калифорнию Потому что такое Количество населения У Калифорнии 50 голосов Калифорния Сама решает Как эти голоса Распределять Точно так же Штат Висконсии И тому подобное Делят ли они Эти голоса Я проголосовала 50% 60 Из-за меня 40 Поэтому голоса 60-40 Или они все Передают Выигравшему По большому счету С точки зрения Федерального договора Не имеет значения Так что Я не думаю Что это окажет Большое Что они Надеялись Они надеялись Что они Получат Такое Большинство Голосов Что Уже не будет Иметь смысла Проводить Не отменяя Эту поправку Конституции Они смогут Практически Де факто Ее поменять Без изменений Юридических Я не думаю Что штаты Которые Ну скажем Руководимы Сегодня Республиканцами Пойдут на это Ну во первых Я тоже Не думаю Что они На это Пойдут Во вторых Ну опять же Мы знаем Что нам Вернее им Потребуется 38 штатов Для того Чтобы Поменять Поправку Конституции А в третьих Я думаю Что есть И демократы Которые бы На это Тоже не пошли Поэтому Я честно Не Не переживал По этому поводу Уважаемый Леон Давайте Мы сейчас Прервемся В этом месте Послушаем Рекламную Паузу Рекламное Объявление И потом Вернемся И еще Пообщаемся Если вы Не возражаете Спасибо Возвращаемся В программу Леона Вайнштейна И Номер Телефона В студии 847 400 5200 Так что Если есть Вопросы Или Какие-то Мысли Соображения Пожалуйста Звоните Поделитесь Ну а Пока Продолжаю Нашу Программу Леон Не могу Вас Не спросить О Вот Этом Цирке Вернее Вашем Мнении О том Цирке Который Мы Наблюдаем Последние Дня 3-4 Между Трампом И Нэнси Конечно Пожалуйста Ну У Пелоси Очень Очень Сложное Положение Она Ее Уже Довольно Много Лет Она Очень Искусный Политик Она Может Мне Серьезно Не нравится По ее И методам И политическим Взглядам Но То Что Она Очень Серьезный И Умелый Политик Это Показывает Показывает Вся Ее Жизнь Включая Даже То Что При том Что Половина Новоизбранных Членов Конгресса Избирались На платформе Я не допущу Чтобы Нэнси Пелоси Стала Спикером Конгресса Она Тем не менее Стала Спикером Конгресса Но Став Спикером Конгресса Она Вдруг Получила Подчиненные Как бы В своей Реды Людей Которых Они Сами Создали Демократы Они Создали Ильхан Амар Они Создали Я не имею в виду Что они ее родили Они создали Вот такого Чеха Которого После Риторики Криков Поощрений Всего Чего Угодно Социализма И тому Подобное Разболтанности Кошмара Который С образованием Происходит И тому Подобное То есть Они ЭОС Александра Кортес И тому Подобное Они попали В Конгресс Но они Дети Нынешней Демократической Партии Но дети Которые Уже Не понимают А что это Вы же Нас научили Идти вперед Бороться Против Любой Десправедливости Отнимать Распределять Богатые Они плохие Просто потому что Они богатые Белые плохие Просто потому что Они белые Расизм Процветает У них Со страшной силой И называется Это Антирасизм Фашизм У них Процветает Со страшной силой Называется Антифашизм Антифа Если помните Так вот Все это Сделав Все это Организовав Нэнси Пелоси Пожинает Тереплоды К ней пришли Люди Которые Совершенно Уже С другой Идеологией Воспитанники Орлята Которые Научились Летать И вот У нее В партии Оказалось Несколько Крыльев Первое Крыло Это Оголтелые Совершенно Молодежь Которые Совершенно Не понимают Что такое Парламентские Переговоры Что такое Маневры И т.д. Они сказали Надо действовать Черное Белое Как комсомольцы Такие Хунвейбины В Китае Гитлер Югент У немцев Пошли Вперед Рубя Шашками Они требуют Импичмента Они кричат Что он виноват Просто потому что Нравится Значит он Ужасный И плохой И надо его Сажать На 38 лет В канцер А с другой стороны У нее есть Люди Нормальные Демократы Которые Избрались Обычно Из Таких Не пограничных Не центров Нью-Йорка Центр Чикаго Или Лос-Анджелес А какие-то Нормальные места Где они За развитие Промышленности За то За сё Они просто Другим образом Представляют себе Как сделать Что называется Страну правильной Счастливой С которыми Надо вести диалог С которыми Надо идти На компромиссы Потому что Они там Больше защит Хотят А республиканцы Хотят больше Развития Окей Вот И вот это крыло Оно совершенно В ужасе От этих Беснующихся Идиоток Или Большинство К чему-то идиотки Хотя есть идиоты Тоже И Говорит Нэнси Только ни в коем случае Не поддавайся На это давление И на этот Импичмент И прочее С другой стороны Есть просто Карьеристы Которые понимают Наплевать им на то Выиграть на следующих выборах Демократ Или республиканец Главное Не потерять Их место Поэтому Они поддерживают Оголтелых Понимают Что у оголтелых Вот так сказать Сегодня момент Как они говорят Энергия у них находится Им наплевать На что будет дальше И Нэнси Находится в кошмарном Состоянии При которой Она что-то говорит И они говорят Да пошла ты отсюда Она раньше могла говорить Ты мне сделаешь Я тебе там Ты не будешь Членом этого Не поедешь На выходные Или не получишь Билет на футбол И люди говорят Ну, думаю Хорошо А эти говорят Да пошла ты поддальше Кто такая старая дура Что-то не понимаешь Плевали бы на эти места Плевали бы на эти билеты Мы пришли сюда Чтобы революцию делать А не для того Чтобы ездить на отдых Понимаешь Вот Поэтому она в нервах Поэтому она В Сирии пытается Играть и в ту другую сторону Она понимает Что для того Чтобы вести конгресс Для того Чтобы Америка существовала Нужно чтобы конгресс Работал с президентом С другой стороны Ей нужно все время Доказывать своим Этим оголтелым Что она на их стороне Она прогрессивная Она президента ненавидит Доказывая Что она ненавидит президента Она вынуждена выходить На микрофон И говорить о том Что он там Либо вор Либо предатель Либо сейчас Она придумала новое Значит самое Что он Покрывает Преступление И вот Он Сообщила это И поехала к нему На разговор Где они должны улыбаться Там друг другу Вышел президент К ней и говорит Мне только что сообщение Что я покрываю Какое-то преступление Какое преступление Я покрываю Только что Мюш заедуш И никакого Преступления я не сделал На что он сказал Знаешь что Перекратите эту Фигню Я не могу с вами Вести нормальные Разговоры Потому что вы только Не занимаетесь тем Что вы пытаетесь Меня ударить ножом В спину Еще смотря Мне при этом Ясными глазами Вот большое спасибо До свидания Поезжайте обратно И подумайте По этому поводу Ну что она Теперь делать Эй бедный Она опять же Вылезает Она же не может сказать Что меня Поглядный метлой Выгнул из своего Она говорит Он прибежал Он устроил скандал Темпертантру Как ребенок Он размахивал руками Плевался слюной И тому подобное И вообще Я очень бы посоветовал Членам его семьи Подумать Не отвезти Лепчебнику Не закрыть Лепчебнику Не закрыть ли его Там в сумасшедшем доме Класс Да Но знаете Я вот Конечно же Я очень внимательно Вас слушаю Но Вот смотрите В палате представителей Там 500 или 400 С чем-то человек Да Оголтел их Действительно Если вынести За скобки Тлаиб Омар И Котес И Тех которые Пытаются Избраться На пост Президента Ну Которые тянут Все это влево Их не так В принципе Много Плюс Учитывая Количество Республиканцев Которые там Находятся Вот как вы думаете Неужели Полоси Не может Справиться С Как вы говорите С кучкой Оголтелых Молодых Пацанок Которые В принципе Ничего еще Из себя Не представляют Не имеют Никаких Политических Связей И ничего Не готов Если бы Это были бы Просто Пацанки Да То легко Просто На них бы наступили Разновиди Не заметили Оставили мокрое место И на все бы осталось Так Но дело в том Что за два с половиной года Я бы сказал так Восемь лет Плюс еще два За десять лет Американской жизни Газеты Журналы Телевидение Радио И прочее Нас воспитали Такое Поколение Ненавидящих Любое Чужое Мнение Людей И не только Молодежи Людей То есть Чужое Мнение Воспринимается Как Свобода слова Для них Плевать Пфу Плевал я Ты говоришь Свобода слова На что они Тебе отвечают Нет Это призыв К насилию Какой призыв К насилию Я просто Сказал Нет Это и есть Призыв К насилию Поэтому Это не Свобода слова Оно Не защищено Так вот Воспитали Они такое Огромное Количество Таких Психов Что Для любого Ну почти Для 80 Я думаю Почти 80 Может быть 70% Демократов Сказать Что я Против Того Что сейчас Происходит Демократической Партии Подписать Себе Смертный Приговор Это значит Что на ближайших Выборах Пойдут Самые Громкогласные Идиотки Которые Во всем Видят Про Трампизм Ужас Какой-то Что происходит В нашей Стране Все что Делает Трамп Я недавно Беседовал Имел Такое Интервью Как бы Дуэль На Телевизионном Канале Где мой Противник Говорил Повторял Это ужасные Законы В иммиграции Ужасные А на вопрос А что там Ужасного Он говорил Потому что Это Трамп Написал Просто потому Что Трамп Написал Суть была Того Что Я кстати Выставлю Это Подумал Сейчас Надо выставить И на Фейсбук И на Ютуб Их просто Не переизберут Они потеряют Что еще Политик Они же не умеют Это же не те политики Которые придумали Отцы-основатели Наши Это Фаундинг Фадерс Это не те политики Которые приезжают На месяц Сидят здесь Что-то решают Уезжают Обратно Занимаются Своими делами Потом снова Собираются Через полгода Снова на месяц Это политики У которых У которых Вся Жизнь В этом Они не могут Это потерять Они могут Только делать Кому-то Услуги Либо Профсоюзом Либо Каким-то Крупным Богатым Людям Для того Чтобы Если их Выгонят Или Когда Они уйдут На пенсию Чтобы Эти люди Взяли Под свое Крюло Проводили Зарплаты За просто Так Все это Происходит Одной Сторон платят Профсоюз А другой Сторон платят Индустриалисты Которые Делают Им Много Услуг Пока Они Сидят Там Где Надо Поэтому Они Занимаются Этим Так Вот Политики Боятся Потерять Своё Место И Поэтому Боятся Раздразить Небольшую Но Самую Горлопанную Громкую Часть Демократической Партии Окей Тогда Вопрос Вопрос Такой Смотрите Ну Я К сожалению Ещё Застал Время Комсомола В нашей Бывшей Родине И Зная Что Комсомол Это Верный Друг Товарищ Брат Коммунистической Партии Вернее Детёныша Коммунистическая Партия Их всегда Воспитывала В том Духе В котором Нужно Было Коммунистической Партии Почему Тогда Если Демократы Взращивают Эту Молодёжь Почему Им Не Удалось Взрастить Молодёжь В том Русле В котором Не то Что Ими Можно Управлять А именно В том Русле Которое Нужно Профессиональным Политикам Дело В том Что Ты можешь Взращивать Но Когда Вся Пропаганда Демократической Партии Усилена Естественно Как я уже сказал Средствами массовой информации Особенно Телевидением И радио Когда Она Является Твоим Рупором И она Все время Говорит Они ужасные Они ужасные Они ужасные Они отнимут Это Они антисемиты Трамп Антисемит Придумать Невозможно Один из Десяти Самых Больших Доноров Для Израиля Единственный Нееврей В этой десятке Был Трамп Трамп Антисемит Одновременно С этим Трамп Перенес Посольство Антисемит Точно Сто процентов Трамп Дружит С Биби Натаньяб Значит Точно Фашист Значит Когда Все это Делается Все это Говорится Все это Драгнетается То продуктом Твоим Является Не то Что ты Сидишь И думаешь А то Что ты Говоришь А говоришь Ведь ты Я Знаком Знаю Люблю Кучу людей Которые Придерживаются Взглядов Условно говоря Демократических Ну скажем Типа JFK Да Из тех времен Когда Родина Родина Когда Флаг Это флаг Когда Я пою Гимны Я встаю Когда Гимны Играют Когда У меня Просто Другая Идея Того Как Сделать Этой Стране Жителям Хорошо Другая Идея Просто Со времен Обабы У нас Идея Следующая Мы хотим Фундаментально Поменять Это государство В котором были Какие-то свои Есть Какие-то свои Отрицательные Но Смотрите Весь мир Хочет сюда Попасть Почему Почему У нас Два миллиона Человек Каждый год Пытаются Сюда К нам Попасть Законно И незаконно Пытаются Вообще Больше Значительно Попадают Почему Такое Почему Ни в одну Другую Страну Нет Такого Почему Люди Которые Живут В развитых Странах Ненавидят Нас Но Тут же Говорят Что Переехал Б Сью Секунду Почему У нас Такая Несвобода У нас Такой Кошмар У нас Все Так Ужасно Почему Мы Не Бежим Отсюда И не Прорезаем Через Через Границу И пытаемся Побежать В Мексику Или там В Гватемалу А почему Сюда Бегут Эти люди Не знаю Давайте Послушаем На секундочку Наших Радиослушателей Добрый день Говорите Пожалуйста Здравствуйте Ну Естественно С одной Стороны Я согласна С вами Но С другой Стороны Мне кажется Что Это еще Как бы Во-первых За ними За этой Так называемой Молодежью За этими Мусульманами И за Этой Шурочкой Стоят Огромные силы Во-первых Это деньги Глобалистов Начиная С Сороса Сейра И всех остальных Для которых Вот это Вот их Хэтч Фанды Они требуют Как бы Глобализации Поэтому Для того Чтобы Выйти На простор И получить Полный контроль Над Всей Этой Стратосферой Им Необходимо Вот Именно Вот этот Социализм А во-вторых Это деньги Таких Мусульманских Стран Как Катар И так далее То есть 8 лет Правления Обамы Который Действовал Конечно Более Осторожно То есть Он Исламист Который Воспитан Был в школе И Который Еще Понимал Что Нужно Двигаться Шаг за Шагом А эти Уже Видите Ничего Не бояться Это Тлаип Выступил На заседании Каир И сказала Что Мусульмане Уже Пришли Они Уже В Гаверменте И не Только Они Уже В Конгрессе То есть Вы понимаете Какое Идет Здесь Серьезное Противостояние А то Что Воспитали Их Естественно То Что Вы Сказали Абсолютно Так Только Они Еще Больше Радикализовали Те Поняли Что Пришло Их Время Спасибо Большое Мария Да Ну Где-то Так Опять же Есть Еще Один Вопрос Вот Смотрите Сейчас Происходит Вот Это Сумасшествие Будем Называть Это Своими Именами Теперь Не Является Ли Это На руку Республиканцам Которые Все Таки Опять же Являются Профессиональными Политиками И Которые Смогут Управлять Политикой Соединенных Штатов Намного Лучше И Свободнее Если Им Оппозицию Будет Составлять Вот Такие Типа Кортес И Амар Я Очень Не Хотел Чтобы У нас Была Даже Часть Одна Часть Ветви Нашей Власти Была В руках У Вот Этих Потому Что Не Дай Бог Они Слишком Близко К Власти Могут Прорваться Куда То Дальше Я Предпочитаю Оппозицию Все Таки Оппозицию Ну Скажем Так Меняемых Людей Я Мог Назвать Десять Им Но Они Сейчас Не имеют Значения Другому В чем Понимают Что Добро Есть В борьбе Противоположностей Хотя Не Противоположностей И будет Рождаться И продолжать Развиваться Америка Но Теперь Переходим От Боязни Что Они Окажутся Слишком Близко Власти К Сегодняшней Действительности С моей Точкой Движения Конечно Это Большой Подарок Трампу Я Хочу Сказать Республиканцам Потому Что У меня Куча Претензий К Республиканцам Потому Что Очень Многие Республиканцы Только По Штампу Который На них Стоит In the name Only Как здесь Принято Говорить Вот Эта Бесноватость Шурочки Как сказал Александр Кортес У нее Новое Имя Это Шурочка Кортикова И Тому Подобное Она Конечно Если Выносить Ее И Показывать Людям Что Вот Это Часть Демократической Партии То Это Серьезно Ослабит Шансы Этой Партии Вообще На Любых Выборах Второе Что Когда Они Начинают Отпадать То Выяснится И Кристаллизируется Кто Один Кто Скажем Уоррен Который Представляет Вот Это Крыло Берни Сандерс Я Правда Не думаю Что Сандерс Но Тем Не Менее Кто Кристаллизируется То Они Уйдут Все К Этому Чеку И Байден Идет Вниз Не будет Он Представителем Партии Сегодня Представителем Партии Сможет Стать С моей Точкой Я Не Пророк Я Не Знаю Что Будет Завтра Только Тот Человек Который Требует Платить Черным Репарацией За то Что Их Прапрадеды Были В Рабстве Человек Который Требует Чтобы Аборты Были Разрешены До Последнего Дня И Можно Было Что Называется Вводить Иголку В мозг Ребенка Который Не Родился Через 20 минут Рождается А мама Вдруг Решила Что Не Буду Рожать Я понимаю Что Это Безумно Случай Один На Миллион Но Тем Не Он Происходит Можно Ввести Иголку В мозг Ввести Туда Яд Подождать Пока Ребенок Убрет И По Кускам Оттуда Вынимать Нельзя Получить Сегодня Номинацию Демократов Если Не Говорить Что Ты Простишь Все Долги Студенческие Что Все Обучение В Америке Будет Бесплатное То есть Надо У кого Отнимать Деньги Нельзя Получить Номинацию Если Ты Не Требуешь Medicare For All Называют Это Так Чтобы Мы Перестали Понимать О чем Они Говорим На самом деле Они Говорят О том Что Всем Бесплатное Не Спрашивая Кто Приходит Бесплатное Совершенно Лечение Чтобы Давать Кстати У нас В Калифорнии Дебатируется И Пройдет Я думаю План Построить На 50 На 90 Сейчас Не помню точно Миллионов Долларов Построить Огромное Количество Лечебниц Которые Будут Принимать Людей Ничего У них Не спрашивая То есть Имеется Вину Без Мигрантов Которые Мигрантов Которые Называют Без Документов На самом деле Нелегалы Которые Прорвались Через Наши Градиции То есть 90 Миллионов Они Докторов Медсестер Электричества И тому подобное И будут Бесплатно Это делать А доктора Не будут Бесплатно Работать Правильно И медсестры Тут и будут Платить Платить Будем Мы Те люди Которые Платят Налог Те налоги Которые Мы платим От работы От нашей И те налоги Прибыли И те налоги Которые Мы платим Когда покупаем Что-то В магазине Они обложили Нас Калифорнией Десятипроцентным Налогом Калифорния Получает Столько Миллиардов Долларов Каждый месяц И не хватает Не хватает Не хватает Все время Придумывают Куда бы еще бросить Кого еще родственников Устроить на работу Как повысить себе зарплаты Зарплаты По крайней мере В Калифорнии У чиновников Намного На 40-50% Сейчас выше Чем зарплаты У людей Делающих Такую же работу В частном секторе Должно быть Прямо наоборот Они Наши Сами с собой Говорят Профсоюзы Значит С руководством Зарплату нам Теперь Друг другу Теперь платить А давайте Побольше А давайте Еще больше Никто ни с кем Не пытается А давайте Теперь дадим Нам 40 лет Пенсию Такую О давайте И решают За наш Счет Вот Люди Которые Это все Не предлагают Не смогут Номинироваться От Демократической Партии А раз Они не смогут Номинироваться То значит С Трампом Против Трампа Будет человек Который Будет оголтело Левый Я очень надеюсь Что 90% Америки Скажет Совсем С ума сошли То есть Следуя вашей Логике Можно заключить Что Камала Херрис Это Черная Женщина Которая Левая Радикалка И скорее всего Либо она Либо Кори Букер Потому что Ну нет Кори Букер Не думаю Она это нормально Единственное что Не комосексуалист Поэтому Не лесбиянка Поэтому Может быть Серьез А если Она возьмет Вице-президента Буричич То получается Мы Ковер Олдбейс Тогда все Абсолютно Все покрыто Да Вообще Я изначально Думал Что она Самый сильный Прецедент Из этой группы Ну вот Пока Это не показывается Но Мы посмотрим Будут дебаты Будут отпадать И мы увидим Кому консолидируются Голоса Радикал Если будут Консолидироваться К ней То она Если будут К Что-то К Покахонт Да Не Там Даже Вариантов Нет Но я вам Скажу честно Я Специально Смотрел Таунхол С Камалы Херрис И я смотрел Весь Таунхол С Будучич И я вам скажу честно Меня К сожалению Херрис Как-то вдохновило Намного больше Поэтому Потому что Более Чисто действительно Это такой Молоденький Обама Но более Радикальный Вернее Такой Более Ян Он никак Не может Место свое Найти Поэтому он Туда-сюда Да Но он Мне кажется Что он Очень политич То есть он Умеет Вот как Политик Носом Идти И находить Какие-то Самые Он Он серьезнее Чем я думал Поначалу Ну я вам скажу У него Интересно Давайте говорить Так Человек Который Имел Таунхол Спонсируемый Факс Ньюз Да И полностью Фактически Смешал С грязью И Шана Хеннеди И Такер Карлсон И Лора Инграм И не получил Ни одного Возражения От Крис Уоллес У меня к нему Очень много Вопросов Честно То есть Выдержит ли он Настоящую Борьбу Будем говорить Больше вопросов Крису Это другой разговор Это вообще У меня уже К нему вопросов Знаете Сколько собралось Поразительно У меня тоже Там есть три человека Уже К которым у меня Есть вопросы На Фоксе И кстати Трамп Сказал Где-то Месяц тому назад Он сказал Та-да-да-да И часть Фокс Ньюз Да Ну Уважаемый Леон К сожалению Время подошло То есть Я бы с вами мог Беседовать Часами и часами В этот раз Дережьте в Калифорнию Ой С удовольствием Мне уже Погода просто сидит Я вам хочу пожелать Хороших выходных И Будьте здоровы Ну и услышимся У моей приятельницы У папы В воскресенье Сто лет И мы идем Ну все Тогда Вам хорошо Отметить Вот такие выходные Да Дай бог Дай бог Будьте здоровы Спасибо